Василий Николаевич, коллеги, ну я уже говорил о том, что лечение пожилого пациента должно объединять лучшие достижения медицины в лечении конкретного заболевания. И здесь вот как раз мне бы хотелось остановиться на таком, в общем-то, распространённом заболевании. Мы знаем, что сегодня это одно из значимых социальных заболеваний, это сахарный диабет и заболевания, связанные с нарушением функции эндокринной системы. Мы пригласили сегодня член-корреспондента Российской Академии Наук, директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Натальи Георгиевны Мокрушеву. Наталья Георгиевна, что нам Вы можете посоветовать в аспекте профилактики эндокринопатии, именно в аспекте методологии стабилизации здорового долголетия? — Глубоко уважаемый Владимир Павлович, глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, если позволите, Владимир Павлович, я бы, наверное, для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, начну с портрета пожилого человека лет 100-200 назад и сейчас. Вы все помните, что в романе Достоевского «Преступление и наказание» старуха-проценщица описывается как крошечная сухая старушонка лет 60-ти. То есть это дама, с нашей точки зрения, среднего возраста, которая в этом возрасте лет 100-200 назад уже абсолютно была замкнута в своем пространстве, она тяжело передвигалась, у нее были массы проблем сердечно-сосудистой системы, нервной системы, метаболические процессы и так далее. Что же сейчас человек 60-ти лет, это активный, желающий получать радость от жизни и имеющий эту возможность, и его жизненная позиция всегда требует хорошего здоровья, потому что этот человек еще очень многое от жизни хочет получить. Как же объяснить это? Конечно же, системные мероприятия, о которых говорили мои коллеги Владимир Павлович, которые направлены на здоровье сбережения, на разработку различных подходов, изучение характеристик старения, изучение подходов к улучшению вот этих заболеваний, состояния органов различных, которые характерны для старения. Сюда же относится, конечно же, и та работа государства, которая ведется, например, она выражается в том, что в прошлом году у нас стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», и это наиболее распространенное и грозное заболевание, которое ухудшает перспективы взрослого человека, прежде всего, сахарный диабет второго типа. Вот эта системная работа дает нам ту базу и основы для внедрения достижения науки в обычную жизнь. Но я хотела бы, конечно же, будучи представителем эндокринологического сообщества, напомнить, что очень молодая относительно всех остальных специальностей медицинских наука эндокринология занимается разработкой персонализированных подходов к улучшению перспектив организма в старшем возрасте. Это и работа с такими метаболическими заболеваниями, как ожирение, сахарный диабет, минеральная патология, и, конечно же, разработка аспектов заместительной гормональной терапии. А почему, я на этом останавливаюсь позже. И не случайно в последние годы в различных контекстах роль человека, управляющего старением, отдается врачу-эндокринологу. И Филипп Филиппович в собачьем сердце, и Жорж Банье в человек, обманувший смерть. Это все врачи-эндокринологи, имеющие ресурсы и возможность оказать помощь человеку, который желает прожить долго, счастливо, в здоровом теле. Ну, если мы обращаемся сейчас к вопросу самых распространенных эндокринных заболеваний, я не могу не напомнить о том, что практически половина населения земного шара имеет либо одно, либо другое эндокринное заболевание. Самым распространенным являются ожирение и метаболические нарушения, минеральные нарушения и остеопороз. И самым хорошо изученным из социально значимых и распространенных является, конечно же, сахарный диабет. Это заболевание, которое еще 100 лет назад при постановке этого диагноза, если это первого типа сахарный диабет, это было приговором, и дети, у которых это заболевание выявлялось, не жили дольше нескольких недель. Если это заболевание выявлялось у пожилого человека, то сразу было понятно, что перспективы его не лучшие, справиться с этим состоянием практически 100-200 лет назад было невозможно, и этот человек постепенно шел уже к своему концу. Сейчас это совершенно другие подходы. Конечно же, ожирение и диабет идут бок о бок, и они составляют предрасполагающую субстанцию для развития и того, и другого. И сахарный диабет у россиян имеется и зафиксирован сейчас уже более чем у 5 миллионов пациентов. Еще столько же даже не знают о том, что у них есть сахарный диабет второго типа. Ожирение, по последним подсчетам, это практически 50 миллионов человек. Это огромная цифра, это огромная работа, которая должна вестись не только на уровне страны и государственного подхода, а каждым отдельным человеком для того, чтобы снизить риски развития сердечно-сосудистой патологии, онкопатологии, болезни Алицгеймера, болезни нервной системы, желудочно-кишечного тракта и так далее. Практически все, 95% пациентов с ожирением являются, так скажем, результатом дисбаланса между тем, что мы потребляем и тем, как мы расходуем свою энергию. То есть ожирение – это результат не столько предрасположенности и болезней, сколько образа жизни. И как раз то, что вы упомянули, Владимир Павлович, это очень коррелирует с тем, как мы можем улучшить свое качество жизни и продолжительность жизни, конечно же, профилактизируя и не давая развиться ожирению и сахарному диабету. Но нам всем хорошо известно, что образ жизни и российского человека, в том числе, очень характерна для этого гиподинамия, потребление различных сладких продуктов, неправильное питание, нарушение режима сна и бодрствования. И, собственно, мы знаем, что та самая физическая активность, которая способствует и предрасполагает к долгой и здоровой жизни, ну, ей приверженность в России на данный момент пока крайне низка. И не случайно президент в своем послании нам сказал, что минимум 70% россиян должны стать приверженцами активного, нездорового даже, а именно активного образа жизни с физической активностью. Потому что без этого при современном питании, при современных привычках человека практически невозможно улучшить его перспективы. Еще очень важный момент. Дефицит йода. Йод – это то вещество, которое позволяет нормально развиваться, прежде всего, щитовидной железе. И метаболические процессы, зависящие от работы этой железы, нарушаются. И развитие всего тела человека, вы видите, нарушается и в процессе беременности. И недостаток йода сказывается и на формировании неврологической симптоматики у ребенка, родившегося, и на здоровье мамы. И мы знаем, что развитие кретинизма зависит, и распространенность кретинизма зависит от обеспеченности йодом. И с возрастом человек очень зависим от содержания йода в его организме, потому что функционирование всех органов, и прежде всего нервной системы, костной системы, мышечной системы, так или иначе, связано с обеспеченностью йодом. В старшем возрасте накопление йод, дефицит обусловленных заболеваний, сказывается и потенцирует высокий риск онкопатологии. Дефицит йода сказывается на когнитивном статусе пациента, и особенно для нас это с вами в сегодняшнем контексте важно, конечно, пациент пожилого возраста. Элементарно профилактизировать этот дефицит, это использовать едированную соль во всем питании, горячем питании, готовить можно с использованием йода. И эта элементарная мера позволяет сохранить здоровье тысячам, видите, миллионам человек, потому что йод, поступающий с продуктами питания, тот самый йод, который необходим для нормальной жизнедеятельности всех систем и органов. Минеральные нарушения, распространенность остеопороза, минеральных каких-то дисбалансов крайне высока. Мы знаем, что в мире 37 миллионов остеопородических переломов случается в год, и в основном это лица пожилого возраста, и это в основном женщины старшего возраста, вы видите, каждая третья женщина, каждый пятый мужчина имеет риск развития остеопородического перелома в течение жизни. А что такое остеопородический перелом? Это не просто травматический перелом, который случается, когда мы с вами падаем с какой-то серьёзной высоты или получаем травму. Это перелом при минимальной травме. Распространённость этого крайне высока, а профилактика крайне несложна. Контроль кальция обязательно раз в год, физическая активность, правильное питание, ликвидация дефицита витамина D, ну и все те мероприятия, которые обеспечивают нормальный минеральный обмен. И в заключении, чуть о менее очевидных вещах, накопление с возрастом дефицита гормонов в организме человека и является, как выясняется, базой для создания перспективы развития осложнений всех других систем и органов. И риск развития остеопороза, риск развития ожирения, развития диабета, инфарктов, инсультов и так далее – это результат снижения продукции гормонов в течение жизни. Мелатонин – это гормон, который регулирует биологические ритмы организма, и с ним связана антиоксидантная высокая активность, положительное его действие, больших доз мелатонина на продолжительность жизни, также доказано в ряде исследований. Менопауза, андропауза – это известные нам ситуации. С 30-ти летнего возраста у мужчин каждый год на 2% снижается уровень тестостерона. Дегидроэпиандростерон – гормон молодости, снижение его продукции, вы видите, с годами тоже происходит, и это предрасполагает к развитию всех тех заболеваний, о которых мы сегодня говорим. Возрастное изменение, показатели углеводного обмена, вы видите, после 50-ти каждые 10 лет повышается сахар крови натощак и его ответ организма на углеводную нагрузку. И совсем в заключении я хочу напомнить о наших замечательных соотечественниках Юрию Львовичу Авербахе, старейшем красмействе мира, который, вы видите, столетний возраст имел и имел светлый ум, у него была великолепная память, и никакие не страшны ему риски неврологических возрастных изменений. Станислав Ковальский, который начал заниматься спортом уже почти в столетнем возрасте, он в старшем возрасте стал победителем в своей возрастной группе, но это человек, который каждый день в старшем возрасте проходил более 10 километров. Ну и, конечно, я не могу не остановиться на примере одного из пациентов с сахарным диабетом первого типа. Это пациент, который прожил с диабетом на инсулине 89 лет. Свой 90-й день рождения он встретил в кругу семьи, вы видите, он активен, он получил медаль Джослина как самый победитель в этом отношении. То есть болезнь, имеющаяся даже врожденная, это тоже не приговор, а возможность долгой и здоровой жизни здесь тоже есть. Благодарю за внимание. Альюна, благодарю вас, спасибо за очень информационный такой, информативный такой доклад. Три вопроса к вам. Вот первый вопрос. Значит, вы говорите о том, что надо вводить йод в виде, так сказать, прибавок, добавок к соли. Значит, у нас активно проповедуются идеологии снижения концентрации вводимой соли в организм. Вы представили результаты о том, что в России наши жители, наши, так сказать, полосы употребляют примерно где-то от 40 до 50 микрограмм соли. Йода, извините меня, йода. Тогда как, в общем-то, по рекомендациям эндокринологов мира необходимо вводить до 250 микрограмм йода. Как вот этот диссонанс, так сказать, решить? Мы снижаем концентрацию соли как таковой, и в то же время нам нужно наращивать употребление йода. Есть ли, так сказать, какие-то рекомендации специальные по этому вопросу? Да, спасибо большое, Владимир Павлович. Это очень важный вопрос, который нам часто задают. И я должна напомнить, что количество йода, необходимое для суточной нормы человека, содержится в минимальном количестве соли, которые он потребляет. И эта соль в любом случае содержится не только, это та соль, которую мы досаливаем продукты питания, она содержится во всех продуктах питания, готовых продуктах, колбасных изделиях, мясе и так далее, в любых продуктах, которые мы употребляем. И всеобщее едирование промышленных процессов приготовления пищи решило практически по всему миру эту проблему. И, собственно, йод-дефицит в большинстве стран мира ликвидирован именно за счет промышленного едирования продуктов питания. Едированная соль, она занимает здесь небольшую роль, но это первый шаг для российской популяции. И мы, конечно же, надеемся, что закон о ликвидации йодного дефицита, куда входит весь комплекс мер по едированию продуктов питания, будет принят в ближайшее время. И это решит многие проблемы во всех регионах России. Второй вопрос касается диабета второго типа. Ну, понятно, ситуация с диабетом первого типа. Это генетически, так скажем, обусловленный вариант развития диабета. Что касается диабета второго типа, я, так сказать, видел информацию о том, что, несмотря на все мероприятия профилактического характера, в мире диабет второго типа растет. Скажите, пожалуйста, какие есть рекомендации, какие есть шаги для того, чтобы профилактически каким-то образом, ну, по крайней мере, не допустить развития тяжелых форм диабета второго типа, чтобы контролировать все-таки свою жизнь для того, чтобы вот та старость, о которой мы планируем призвать наше народное население, свершалось. Что нужно делать для этого? Владимир Павлович, я не буду оригинальной. Я повторю те же рекомендации, которые сказали и Сергей Анатольевич, да, и Ольга Николаевна, глубоко уважаемые. Это правильное питание, правильный образ жизни, потому что сахарный диабет второго типа, который является предтече риска развития сердечно-сосудистых событий, которые являются основными причинами смерти россиян, сахарный диабет развивается прежде всего на фоне метаболического нездоровья. Ожирение в 30-40% случаев переходит в состояние сахарный диабет второго типа. Именно поэтому при работе с программой борьба с сахарным диабетом акцент сейчас делается именно на профилактику развития не только осложнений сахарного диабета, а на развитие как раз утяжеления вот этого статуса углеводного обмена и на ожирение, то есть раннее выявление избыточного веса, раннее выявление ожирения и обучение пациента правильным основам питания и правильного активного образа жизни, это залог того, что мы снизим риск развития сахарного диабета второго типа в российской популяции. Именно этому сейчас уделяется основное внимание и на уровне правительства, и на уровне Министерства здравоохранения, и в научных кругах, потому что вот эти вот предрасполагающие факторы, они гораздо более широко распространены, и они требуют внимания на самых начальных этапах. Диспансеризации ежегодные и диспансерные наблюдения, мы надеемся, позволят выявить как можно раньше эти факторы риска. Дорогие, и третий вопрос относительно, так скажем, профилактической коррекции уровня половых гормонов, тестостерона и эстрадиола. Насколько, так сказать, вы рекомендуете это делать в каждом случае, когда имеет место снижение, возрастное снижение, возраст ассоцированное снижение этих гормонов? Необходима ли, так сказать, компенсация уровня вот таким вот образом, то есть дополнительным введением тестостерона, применение целого спектра эстрадиольных препаратов, эстрадиолосодержащих препаратов, включая и фитоэстрогены? Какая ваша позиция? Уважаемый Владимир Павлович, заместительная гормональная терапия старшего возраста, замещение половых гормонов, это действительно залог активной, качественной, счастливой, такой, ну, действительно радостной жизни взрослого человека, пожилого человека. И я уверена, что грамотное назначение и грамотный прием, подбор этих схем, заместительных препаратов гормонов репродуктивной системы может быть рекомендован практически всем, и женщинам, и мужчинам старшего возраста, но этот подбор должен быть очень персонализирован, он должен быть очень внимательно в руках произведен эндокринолога, и он не может быть просто вот за счет, там, в рамках телеконсультации или каких-то, ну, современных методик такого быстрого взаимодействия. Это долгий персонализированный подход, но я считаю, что вот эти микродозированные современные препараты, все развивается, и мы получаем еще более современные препараты, подобранные индивидуально, схемы комбинации препаратов, они дают возможность практически всем подобрать эту гормонотерапию. Но после определения факторов риска развития осложнений, конечно же, обязательно надо смотреть к агулограмму, риск онкопатологии, риски еще определенные другого формата, так или иначе, эти риски тоже можно обойти, снизить их перспективное развитие, но это всегда персонализированный подход. То есть бесконтрольный упрямок. Бесконтрольное это делать. Должны мы исключить полностью, и это очень важно здесь подчеркнуть, что бесконтрольный прием тестостерона и эстрадиола, препаратов эстрадиола, недопустим. Это может привести к очень серьезным осложнениям, которые, в общем-то, будут следствием вот такого бесконтрольного приема. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова